Две игры вы провели сегодня и обе проиграли с разгонным счетом. Почему так получилось? Ну, в первую очередь из-за того, что у нас пришло очень мало людей на игру. На первой игре была всего одна замена. На второй игре по причинительным обстоятельствам одного человека пришлось уйти, у нас было ровно шесть человек. Ко второй игре погода холодная, наш вратарь получил травму, два пальца у него не работающие, пришлось встать в ворота. И мы играли в мечте всю игру против такой команды, которая и в равных составах может победить большим счетом, но на одного человека больше, они уже что-то сделают, просто сделают. А вот почему так получилось, что у вас так мало приехало на игру? Ну, честно, не знаю. Сказали, что у кого-то работа, у кого-то там здоровьем проблема. Ну, в начале сезона нас было полных два состава, так что будем решать уже эти личные вопросы между командой и собой. И, скорее всего, в середине сезона нас ждут большие изменения по составу. А вот вторая игра была против Круповника, ну, вот раньше она была принципиальна. А сколько она была именно сегодня принципиальной, хоть вы и играли без замен? Ну, принципиальной уже назвать теперь уже тяжело. Уже раньше мы когда играли, мы очень хорошо знали составы друг друга. Команда соперников знала лично почти что каждого, мы знали лично каждого. Сейчас уже прошло два года, наверное, с того момента, и уже игра просто как против хорошего соперника, как фаворит в турнире играли. Так что принципиально это уже не назовешь. А вот вы играли против лидеров в турнире, ну, одних из лидеров, как бы, в первой половине. Как считаешь, они закономерно находятся, что Круповник, что Луки? Ну, я думаю, из-за того, что наш вратарь сломался в игре с Круповником. Ну, Круповник играл более-менее вальяжно, расслабленно, так что мы не могли судить о их полной, так сказать, силе. То, что они сделали большой результат, да, это доказывает класс команды. Луки, да, команда играет на всем поле, занимает всю позицию, не дает нигде играть. Они по полности, на полных правах находятся в лидирующей позиции. И последний вопрос. Как оцениваешь, ну, итоги первого круга для своей команды, в общем? Очень провальные. Мы сыграли очень плохо, закончили ниже середины, во второй половине, как сказать. Где не нужно, проиграли, потеряли очки. Думаю, что нам по силам было находиться, наверное, восьмерки сильнейшей команды, по сути, по нашему составу. Все, спасибо. Продолжение следует...